Напомним, что меньше недели назад ульяновцы проводили добровольцев проходить курсы молодого бойца на военный полигон. Совсем скоро оттуда уже подготовленные ребята из двух ульяновских именных батальонов Симбирска-Свияга отправятся выполнять задачи специальной военной операции, встав плечом к плечу с другими российскими военными. Я желаю, чтобы все вы достойно выполнили те задачи, которые стоят, чтобы все 100% вернулись домой. Если правильно будете проходить здесь подготовку и внимательно слушать и внимать все, что вам здесь попадают, я уверен, что так и произойдет. Берегите себя. Мы все за вас очень волнуемся, болеем, переживаем. Губернатор Алексей Русских пообщался с ребятами, узнал, как проходит военная подготовка. Особое внимание глава региона уделил условиям, в которых живут ульяновские добровольцы. Ребят обеспечили всем необходимым. При встрече с парнями еще раз обсудили и меры социальной поддержки, в том числе для их семей. Все возникающие вопросы региональное правительство намерено решать оперативно. Комната доступа, комната доступа в том числе. Перед отправлением добровольцы проходит важный этап. Боевое слаживание – это заранее подготовленный процесс ускоренного обучения личного состава. Конечная цель подготовки – нарабатывание умений и навыков, необходимых для четкого выполнения команд и задач. Для одних добровольцев такая подготовка – возможность вспомнить хорошо забытое старое. Для других – первый военный опыт. На боевом слаживании мы обучаемся. Инструкторы нас обучают всему боевому делу. С машинами тоже занимаемся. Я с понтонной ротой. Обучаемся раскладывать понтоны. Напоминаю, как проходила срочная служба. Отсюда уже отталкиваемся и получаем уже новые знания. Вспомнил все я, когда служил срочку. И первый контракт был у меня. Вспомнил сразу автомат, как разобираться, разбираться, ездить. Все то же самое. И общение с людьми находить сразу, чтобы знал друг друга, как что помочь, объяснить также другим. Отдать воинский долг, устранить надвигающуюся угрозу, защитить свою семью. Мотив у каждого здесь разный, но объединяет одно – любовь к родине. Сейчас сложный период. И возникла реальная угроза. Эта угроза подобралась к ближним поступам, к непосредственным границам нашей страны. И я как бы не стал отказываться от задач, которые обозначены нашим лидером, нашим президентом. Ежемесячная заработная плата контрактников от 220 тысяч рублей в месяц, плюс полный социальный пакет. Оплачиваемый проезд к месту прохождения службы, медицинское обслуживание, страховка и другие льготы. Также Ульяновская область предоставляет единовременную выплату при заключении контракта в размере 300 тысяч рублей. Мы все получили. Каждый, как говорится, по сумме распорядился. Кто-то семье отправил. Кто-то, у кого нет, разведён, жёны нет. Они для себя оставляют. Но всё равно внуки есть, матерь отправляют, родителям в помощь. Всё равно нужно помочь им. Сейчас ребятам, как никогда, важна наша поддержка. Не только материальная, но и моральная. Для будущих бойцов собрали дополнительный гуманитарный груз и передали рисунки из лагеря Артекова за Волжье. Пункт отбора на военную службу по контракту в Ульяновске находится по адресу улица Карла Маркса, 39А. Все вопросы можно задать также по телефону 35 62 78. Алина Тихонова, Уллправда ТВ.